Счастливая жизнь у Николая Петровича, думала я, слушая рассказы человека, который, казалось бы, годится мне в дедушке. Но дедушкой назвать его язык как-то не поворачивается. Я круг дам, вот тут вот, из всего искры, вот так вот, даже круг, потом домой придешь, посидишь, начинаешь делать, делать. А как же я? Музыка у меня, вот хорошая аппаратура, когда музыка, это волна, я танцую. А между тем, в жизни его было много испытаний, и главное – война. В 17 лет попал Николай на фронт, потом 8 месяцев в танковом училище, и первый бой в Польше, в 8-й гвардейской армии знаменитого полководца Василия Чуйкова. Тогда уже советские войска вовсю гнали фрицев на другой конец Европы. Поляки тогда были очень добрые, нас сало выгущали, у нас была и канистра со спиртом в машине, и боеприпасы. Эта памятная фотография как раз сделана в то время. Внешний вид, рассказывает Николай Петрович, был не самый подходящий для фотосессии. Неделями в танке, без баньки, без мыла. И все же этот снимок вызывает самые теплые воспоминания. Вот мы получили машину, вот машина, 144 номер моя, и мы нашли время, после, когда ехали, нашли время сфотографироваться, и экипаж. Экипаж 4 человека, в рот 4 машины. Кепочки нашли такие, а то же были все комбинзоны сняли, хоть немножко тело освободится. Многим, кто призывался в конце войны, пришлось отслужить в армии больше положенного. Так Николай Петрович носил военную форму 7 лет. В 50-м году, демобилизовавшись, по совету брата приехал в Видное и пришел работать на строящийся в то время коксогазовый завод. Техникум закончил, и я попадаю к Фальчинскому, у газокомпрессора, еще маячного, и только строился. Мы подавали газ в Москву, собрали газом, это Даршавский газопровод был, в Москве не полностью было снажено газом. А это добавляли, мы качали газ в Москве, газольдера большие, и они оттуда отсасывали, отбирали сколько им надо, а мы добавляли. Мы пускали завод, пускали цеха. Здесь же на заводе встретил будущую супругу Наталью, с которой прожили 62 счастливых года, воспитали двух сыновей. Всякое бывало, вспоминает мой собеседник, но сейчас, когда уже и жену схоронил, хочется вспоминать только о хорошем. Впрочем, не одними воспоминаниями живет ветеран. Забот и занятий у него немало. Вот, к примеру, здоровьем занимается. Каждое утро Николай Петрович начинается с зарядки. А это самодельная гиря, его своеобразное ноу-хау. Не железо, это вода там. И вот так вот. Кстати, не так уж и легко повторить то, что проделал юбиляр. А в довершении всем моим удивлением было приглашение на танец. Татьяна Брылова, Владимир Бежунов, Елена Кошелева, Видное ТВ.